Что же такое микросферы? Микросферы – это мельчайшие полые стеклянные шарики размером всего 20 микрон. При использовании изделия микростеклосферы отражают инфракрасную энергию, излучаемую телом человека. Они посылают инфракрасные тепловые волны обратно в организм в неизменном виде. Происходит повышение температуры внутренних тканей на 1-2 градуса. За счет этого достигается физиотерапевтический эффект и, как следствие, улучшается циркуляция крови и обменных процессов, восстанавливается подвижность суставов, усиливается венозный отток, улучшаются обменные процессы, регенерация тканей и, как результат, клетки пораженных органов начинают восстанавливаться. Вы можете писать, что сегодня произошло? Мы живот пощупали и сказали, что я абсолютно здорова после рака перстень невидного, и меня разрезано было. Да, Света, расскажи вот это поподробнее, потому что это очень... Вот это, конечно, самое сильное... Я могу еще сказать, что это действительно живот идеальный, шея идеальна, вот о которой мы сегодня говорили, в предыдущих ситуациях, тебя можно показывать студентам, как образец. Да, я буду рада. Вы знаете, я готова быть образцом для чего? Ну, чтобы человечество об этом узнало. Вы поймите, я все практиковала, и практики духовные, и биодобавки, я их обожала. Ну, много что там пила, и айсдей, ну, что только я не употребляла, чтобы быть здоровой. Я человек такой гибкий, стремящийся к чему-то. Я практикую сейчас только матрас, подушка и очки. Понимаете? Все. Больше ничего. Я делаю это специально. Я сделала свое тело вот как бы чистым образцом, что же может сделать микросферы с человеческим телом. И вот, смотрите, рак. Рак. Это самое страшное, что только может быть, а самое удивительное, что я этим заболела. То есть, это было потрясением для меня. Казалось бы, на фоне всего того. Совершенно верно. Я уже пользовалась микросферами, это самое интересное. Я пользовалась микросферами, но не серьезно. Объясню, почему. Потому что я была здорова, относительно здорова. Как говорят, что мы думаем, что мы здоровы, а что там внутри происходит, мы не знаем. Здоровых есть? Нет. Нет. Есть недоотследования. Один в один. Я в поликлинику после перестройки не имела возможности ходить. Я работала по 4-5 лет подработок и так далее. Просто не ходила. Я не знала, что происходит в моем организме. И вот, что случается. Сильный стресс. Ну, питалась обычно, а питалась я мясом, естественно. Я питалась, особенно свининку любила. Мои родители бялорусы. А если они бялорусы, что они едят? Свининку, сало, жареную картошку с утра до ночи. Это вообще, я вам дальше потом расскажу, что это ничего окажется страшного, если есть микросферы. Можно есть все. Так вот, что дальше происходит? Это сейчас вот чистый эксперимент идет. И вот я все это ела. Мало того, в офисе некогда приготовить микроволновка. Я покупала уже полуфабрикаты, ну, знаете, вот это запакованное, подогревала в микроволновке и ела. И дальше стресс. Что такое бизнес? Вы тоже знаете. Естественно, тебя постоянно мочат везде и пытаются отнять. Плесуют. Да. Что получается? Этот стресс уже нарастал с каждым годом. А я же психолог, я не понимаю в этом ничего. Было очень трудно, и я в один день упала замертво от желудочного коротечения. Понимаете, я не обращалась к врачам, ничего. Меня просто подташнивало чуть-чуть время от времени. Тянуло на рвоту. При рвоте я ничего не вырвала. Просто беленькое что-то. Это грибы, видно, были. Так беленькое что-то выскочит, и все. Я училась, я, кажется, кинезиологии обучалась. На кинезиологии учусь, потом думаю, ой, что-то меня тошнит. Пойду чуть-чуть вырвусь. Опять пошла учиться на кинезиологии. То есть я чувствую, а у меня уже был перстневидный рак. Вот. А я себе с микросферами же. Все нормально. Хожу, все. И тут очень сильный стресс. И я падаю от кровотечения. Я нахожусь дома одна. Вот смотрите, все боятся. Жидкая кровь становится. Мы когда с мужем знаем, нам все время говорят, вы что пьете? Мы говорим, ничего. А недавно пришла клиентка, которая у нее шприц выбила. То есть такой поток крови идет потрясающий. Вот. Так вот, я была одна дома. Никого не было. Я падаю. Я не могу поднять голову, потому что кровотечение начинается. И я заползаю на спине на кровать кое-как. И вызываю скорую. Они еще один эксперимент с моим телом произвели. Они поставили диагноз мне шейный остеохондроз. И сказали утром вызвать дочь. И чтоб меня, значит, отвезли с шеей проблемы решить. Вот. Но я думаю, ну шейный, шейный. Вот. Я беру подушку, кладу ее на живот. Представляете, на живот, в котором кровотечение. Да? И если делает жидкая кровь, то по логике ни в коем случае нельзя этого делать. Она меня спасла. Кровотечение должна усилиться. Совершенно верно. Что делают микросферы? Они купируют процесс. Я спокойно сплю ночь. Я встаю, пытаюсь встать и опять теряю сознание. Тогда я вызываю скорую уже дочку. А дочка говорит, я говорю, ну я правда такой тупняк была. Я дочери говорю, слушай, Олесь, что-то странное со мной. Говорю, и кал какой-то черный. Как? Она закричит. И говорит, ты с ума сошла, у тебя кровотечение. Я говорю, да? А я, ну я человек, который безразличен к вопросам здоровья. Я не знал, что это кровотечение. Ну меня вперед ногами в скорую увозят. И привозят меня в ЦКБ. На меня с такой жалостью смотрел врач, заведующий отделением. Они там сделали все там анализы. Подошел, подошел, обнял меня за шею и говорит, Светочка, без операции никак. У тебя самая страшная форма, перстеневидный рак. Если мы хоть одну клеточку оставим, ну это грибы, конечно, то ты умрешь очень быстро, в течение буквально нескольких месяцев. И вообще, к сожалению, живут не долей пяти лет. Вот рассчитывай на это, Света. Сейчас девять лет прошло. Так вот, я понимала, я засмеялась и сказала, я с этим справлюсь. У меня сразу все на животе было, подушка. Я как терапевт начала всех прощать, рисовать, петь мантры. В общем, все делать, что только можно. И ждала анализов. Что сейчас, через неделю, мне неделю готовили к операции, мне кишку я глотну и отменят операцию. Я уже чувствовала себя хорошо, не падала бомбарок, ничего. И слышу разговор за дверью, давайте ее не мучить, махровый рак. Ну уже пусть идет на операцию. И я заплакала за дверью, потому что я не могла сказать, ребята, сделайте. Ну как бы я пошла резаться. Все отрезали. Я боялась, как же я буду кушать. Когда я легла в реанимацию, вот это должны люди знать, которые на операциях везде лежат, что делают микросферы. К счастью, мне их дали туда. Когда я только легла, мне начали вводить антибиотик. У меня произошел отех, ну, квинки, короче. Аллергическая реакция. Аллергическая реакция, да. У меня такой жар в голове, жар в заднем проходе. А потом, после второго раза, когда мне там, в общем, короче, я начала отекать. Мне кололи этот, как он, наркотик. Думали, что у меня психоз. Я говорю, не наркотик, не наркотик. Я сейчас начну раздуваться. Ну, в общем, раздулась. Все нормально, спасли. И вливали только в меня вот этот раствор, да. И когда я лежала первый день, я не могла лежать. Я думала, что я сойду с ума. Кровь видно застой, крови. Я говорю, приподнимите меня, посадите меня, положите меня, приподнимите меня. Они замучились ко мне подходить. А мой организм уже с микросферы его грамотным делают. И он не может делать то, что заставляют делать. Он хочет делать то, что он хочет делать, чтобы восстановиться. А если я буду лежать, у меня же застой крови. У меня же вены все полезут. И застой легких может. Все лежали, огромная палата. Человек, ну, 30, наверное, огромное пространство. И там день, потора дня максимум. Я 7. Ну, видно, у меня полостная операция, самый тяжелый рак. Видно, нормы какие-то есть. Вот благодарю тоже врачей и этим нормам. Потому что мне нужен был голод. 7 дней голода абсолютного. И вот, получается, не пила, не ела, получается, 7 дней. И что дальше? Когда мне плохо, я умоляю. Я говорю, я умоляю. У меня там лежат подушки. Принесите мне их. И мне не отказывают. Это тоже вот просто провидение какое-то. Мне их приносят. Почему я считаю себя как проводником этих изделий, что надо мной буквально, ну, меня ведут. И когда я положила подушку под голову, вторую подушку я положила под колени, а мы с вами знаем, какие точки важные, и что, и третью подушку куда? На ваш любимый живот. Естественно. Вот, все. Я лежала как ангела. 7 дней абсолютно не двигаешь. С третьими-то подушками. Я там писала стихи, рисовала рисунки, знакомилась с тем, кто рядом со мной лежит. В общем, я была совершенно в великолепном состоянии. И что меня потрясало, что я не хотела ни пить, ни есть. И я думаю, ох, Господи, вот так вот капельницу бы кто-то вставил, чтобы вообще ни пить, ни есть. То есть, это было такое счастье, это было такое ощущение. Вместо того, чтобы я там страдала, я 7 дней была в эйфории. Просто в эйфории после полостной операции. А врачи во второй эйфории. Первый, ну, походят же, каждое утро проверяют. От моего шва упали в обморок. Он зажил за сутки. Понимаете? Он просто зажил. А вы видели мой живот? Ну да. Это аккуратненькая, как ниточка, шовчик. Да. Который ни уплотнения, ничего. Совершенно кило него нет. Вот. Так вот, что дальше происходит? Когда я выхожу уже после 7 дней в прекрасном состоянии, и у меня страх какой, как я буду есть. У меня нет желудка. Мне удалили, у меня метастазы были, удалили лимфатические узлы. Ну, калека. А стоит обед. Как раз принесли обед. Первое, второе, третье, пирожки. Я смотрю. Не надо пирожки. Да. Пирожки. 7 дней голода. Тоже понятно, да? Вот, абсолютного. Я лопаю это первое, второе, третье, закусываю пирожками. Мне ужасно хочется есть. Я звоню мужу, говорю, принеси мне бутерброды с сливочным маслом и с красной рыбкой побольше. Он приходит ко мне, я сижу в коридоре и наяриваю эти бутерброды. И идет мой хирург. Он знает, что меня привезли. Он говорит, Светлана, тебя же сегодня привезли. Я так, кем бутерброды? Да. А что? А он так вот головой. Ничего. И пошел. То есть он думал, что у меня замороз сейчас будет, что сейчас будут вызывать, и им придется меня спасать. Я долопала эти бутерброды и спокойненько пошла спать. И уже завтракала, обедала, ужинно. Великолепно себя чувствую. Швы мне убрали, все мне убрали. И я такая была счастливая, что, оказывается, без желудка можно жить. Мало того, был аппетит. Где он находится, я не знаю, но он был точно такой же, как он бывает, когда есть желудок. Вот что поразительно. Когда я ездила в командировки, значит, я брала эти изделия. И ведь всегда в поезде они оставались у людей. То есть я обязательно давала попробовать. Сама не пользовалась. Да, я давала попробовать, и они уходили. Например, еду в поезде, едет мама, муж, пара. Я очень устала, мне ехать в Сибирь нужно, значит, презентации, думаю, надо поспать. Мальчик заболевает 4 лет, начинает рыдать, повышается температура. Я думаю, ну вот мой сон. Все, на этом конец. Я достаю подушку из-под головы, и так полусон в состоянии даю этому мальчику. Он так раз, потом дотрагивается до нее, буквально вот так от нее, потом дотрагивается и берет ее. Обнимает и ложится. 4-летний мальчик. Затихает, и все. Мама разволновалась. Что я дала? Что ребенок рыдающий, с высокой температурой, температура понижается, и он спит. Она говорит, женщина, а что вы ему дали? Ну, в тревоге. А я снимаю с себя пояс, я говорю, Надя, вот. Она говорит, а что делать? Я говорю, оденьте на поясницу. Вот, и опять спать. Мне нет силы ей объяснять. Утром просыпаюсь, она просыпается, улыбается, говорит, подушка и пояс мои. Я говорю, я не поняла, почему? Она говорит, а вы знаете, мне 45 лет. Я мучаюсь болями менструации всю жизнь. И сейчас я именно в этом состоянии. Вы мне дали пояс, через 5 секунд я об этом забыла. Я вам это не отдам. А муж, она говорит, а у меня палец, палец я порезал с верхней полки. Говорит, а это ему поможет. Я снимаю напульсник и отду ему напульсник, он оборачивает вокруг пальца. Ну, мы день где-то ехали, довольно долго. У него абсолютно всё зажило, абсолютно пришло в порядок. Короче, ни напульсника, ни пояса, ни подушки я больше не увидела. И это каждый раз, когда я еду в поезде. И я не придавала, поскольку я ощущала себя здоровой, я не придавала значения, что нужно этим пользоваться до такой степени. Ну, коль я завралась, зачем? Ну, иногда подушкой, слава богу. Это не то, что мой муж, у которого вены то было, он там и в шортах спал, потому что у него аденома простата. У него, кстати, абсолютно здоров. Значит, мне 71, ему 74. Когда он приходит к протологу, он говорит, иди, иди отсюда. В общем, короче, у тебя всё как у молодого, в идеальном состоянии. Ну, там, естественно, все процессы у мужчин абсолютно, как будто 20 лет. То есть абсолютно, вообще никаких проблем. Один раз поговорила с богом, один раз всего. Встала, зажгла свечу и сказала, Всевышний, я не имею претензий к твоему миру больше. Пусть воруют, пусть крадут, пусть обманывают, пусть что хотят делают, это твоя воля, это твоё произведение. Я могу отвечать только за себя. Прости, осуждала, критиковала, но бубло мне больше не надо делать. На этом закончили. Я больше не буду этого делать. Я только буду с собой работать, и больше ничего в этом мире мне не нужно. Плакала при этом, сильно плакала и говорила. Всё. Это был один всего разговор с богом. Я легла на матрас, на подушку, очки, шапка, на живот пояс такой, ну вот, универсальная вот эта штука. То есть все доспехи на себе? Да, совершенно, на ногах тапочки. То есть как можно большее количество наших клеточек должно отражаться здесь, в этом изделии. Почему? Скажу. Значит, вот чтобы вы были, полностью отражались. И ещё я увидела тогда, это был 13-й год. Это как раз трансформация самая сильная была планеты, и операция у меня была 7 октября, осень. Вот это сильная трансформация была. Да, у меня сменилась группа крови. До рака у меня была вторая группа, отрицательный резус. После рака у меня четвёртая группа, отрицательный резус. Произошло ещё одно чудо. Я как бы это изделие увидела, что оно не только меня изменило, не только сделало в моей жизни гармонию, не только меня спасло от рака, потому что я обязательно бы ушла. Да, потому что, ну это такое, вы знаете, что такое грибы. Это невозможно, чтобы это не произошло. После меня через полгода заболела моя бухгалтер. Она умерла, перстеневитный рак. Она боролась, она была такая продвинутая, но микросферы не признавала. Через 5 лет её не стало. Она и космоэнергетикой, она ходила к целителям, очень серьёзно, тибетских монахов они учились. Она делала, вот знаете, банки надрезают и тянут банки, вот эта кровь. Делала стопы, значит, серьёзный массаж. Всего тела серьёзные массажи. Значит, чистку делала, вот такие есть ванночки, которые тянут через стопу, всё это, грязь. Она пила, что только она вообще не пила. То есть она богатый человек, она бухгалтер была, понимаете? У неё бухгалтерское дело огромное было. Её ничего не спасло. Она только не признавала микросферы. Смирялась надо мной. А почему её так отталкивала? Не знаю. Не могла проникнуться. Не могла проникнуться, не могла поверить. Она была очень гордая. И, конечно, друзья, мы, прежде чем пригласить Светлану на такое вот интервью, мы опробовали всё на себе, на своих сотрудниках, на друзьях. И получили очень много интересных, положительных результатов. Ну, я думаю, что наш центр будет активно поддерживать эту тему. Ну, и приобрести такие продукты вы можете в нашем центре, в нашем интернет-магазине. Обязательно делитесь своими наработками, впечатлениями, кто будет пользоваться такими изделиями. Ну, и большое спасибо Светлане за то, что она уделила нам столько времени и информации, которую она отдала вот по поводу вот этих изделий. И надеюсь на нашу долгосрочную дружбу. Я тоже благодарна возможности встретиться с вами, и что благодаря именно микросферам такая уникальная встреча с самим Агуловым произошла в моей жизни. Спасибо. И до встречи. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok